Теория великого обмана или же всё-таки конец света? Речь пойдёт о СО2, та самая теория, которая нас пугает уже десятилетия, говоря о том, что если мы не одумаемся, то конец человечеству близок. Стартом этой теории я считаю 1988 год. Именно тогда вышла книга под названием «Наше общее будущее». По общественному резонансу она побила все рекорды и стала Библией Гринписа. Вот только сразу неувязочка. Написана она была Гру Харлем Брутланд, а также имела несколько соавторов, которые также являлись политиками, а не климатологами или метеорологами. В самой книге утверждается, что повышение температуры всего на пару градусов может вызвать такие катаклизмы, что людям мало не покажется. Начнут таять чуть ли не все ледники Антарктиды и Гренландии. Но для того, чтобы растаяли все ледники, среднегодовая температура должна вырасти не на пару градусов, а примерно так на 60. И даже если среднегодовая температура вырастет на 4,5 градуса к концу 21 века, как пророчат ученые-скептики, то тогда растают прибрежные части, и некоторые города могут пойти под воду, если это произойдет одномоментно, а не в течение 100 лет. Ведь дамбы мы строить научились. Но вы знаете, проблема даже не в этом. Зачем нам так яро вдалбливают эту теорию уже несколько десятилетий? Ответ на этот вопрос, как и на многие другие, уже есть в нашем основном телеграм-канале.